Беларусь-1 Усягод Центр-выборкам допустил до уддела у сборы подписов 8 инициативных групп. 17 лепеня Центр-выборкам зарегистровал инициативные группы Александра Лукашенки, Сергея Калякина и Сергея Гайдукевича. У понеделок 20 лепеня были зарегистрованы инициативные группы Павла Ученник-Кандидатов, Виктора Тярешченки, Миколая Улаховича, Жанны Романовской, Татьяны Караткевич и Анатолия Лябецьки. Выборы президента Беларуси отбудутся 11-го Кастричника. Меж тем свою работу починают выборчие комиссии. Так, створенная на передадні комиссия Гомельской области по выборах президента Республики Беларусь провела сьогодняя первое посаджение. На им был обраны старшиня, вызначенный режим и регламент дальнейшей працы, выращенный широк других организационных питаний. Старшиней одноголосно обраны Миколай Стош, який узначалевая областный филиал предприемства «Белдзерж Страх». При вылучении его кандидатуры был отзначен великий практичный опыт и досконалое ведание выборчого законодавства. Уручаючи посвящение членам комиссии, Миколай Стош повиншовал коллеги и пожадал пленной суместной працы. А после рассказал про новое введение, которое будут присутствовать в первой выборчей кампании. Одно из таких – макшимость формирования кандидатами уластных фондов. Ахверование у обмежеванных померок смогут уносить як грамадяне, так и юридичные особы. А кроме того, заборонена агитация за байкотование и взрыв выборчого процесса. Это норма, которая закреплена нынешним избирательным кодексом, потому что, к сожалению, в различных кампаниях, которые проводились ранее, отдельные лица призывали, значит, соответственно, срыву, бойкоту и так далее. Выборы – это кампания, скажем, не дешевая. И призывать людей к срыву – это не только, значит, политика, это еще и экономика. Во всех районах Гомеля створены комиссии по проведению выборов президента Республики Беларусь. Сегодня на суместном посаджении Гарвы Конкама и президиума Городского совета депутатов затвердили их склад. На максимальное 52 место в четырех районных комиссиях претендовали 80 человек. Они представляли политические парты, громадские объединения, прационные коллективы. Так само свои кандидатуры вылучили громадяне, которые смогли собрать необходимую колькость подписов у свою подтримку. В ходе посаджения шляхом голосования члены Выконкама и президиума затвердили склад каждой районной комиссии. В ближайший час они почнут свою работу. Предполагается, что уже завтра будут первые заседания, пройдут в городе первые заседания районных комиссий по выборам. Председатели комиссии, заместители и секретари будут избраны на первом заседании районных комиссий. Господарки Гомельской области протягивают працу на палетках. Подадзенных на сегодняшнюю ранницу уже убрана пятая частка зерневых и зернебобовых культур от запланованного. За пошний день прирост до агульного каравая склау крыху больше, как 20 тысяч тонн сбожжа. Усяго на молоту початка уборочная складая коля 165 тысяч тонн. Середняя уроджаяность 23 центнер из гектара. Треба отзначить, что летость у гэты перед дадзенный показчик складал 32,4 центнеры. Нагадаем, что селета на знижение уроджаяности поуплывали с початку практически полная отсутность вильгатти у глебе, а потом засуха на палетках. Зараз максимальная уроджаяность назирается у агрария у Добрушского района – 32 центнеры. У лидерах по темпах уборки господарки Речицкого, Рогачовского и Жлобинского районов. Тут аграры убрали амаль треть от запланованного. На Гомельщине отбился молодежный музычный фестиваль «Христос сирот нас». Его организаторами з'является отдел по работе с молоддью Гомельской православной епархии и Свято-Микольский мужчинский монастыр. Под обязанностей проведения фестиваля у материаля Вероники Ворошилиной. Проведение молодежного музычного фестиваля «Христос сирот нас» уже стало доброй традицией. Пятый год за пар мероприемства ладится на территории монастырского подворка Свято-Никольского мужчинского монастыра у вёсца Теруха Гомельского района. Уделы фестиваля принимаются представники православных молодежных братствов с разных кутков Гомельщины, а так само усежидающие править себе и свои творческие умения. Всё ли так, обвысти на головную сцену, индивидуальным выканавцам и коллективам требовало пройти попередний конкурсный отбор. Однако, как признаются удельники и организаторы фестиваля, его творческое складающее далёко не самое важное. Основной задачей подобного фестиваля – это именно общение людей. Есть люди из Гомельской области, из Светлогорской, из Рогачёва, из Речицы, многие из Гомеля. Да, некоторые знают друг друга, некоторые знакомятся именно вот здесь. В целом, это люди в различных храмах, различных приходах, которые в том числе и здесь могут между собой пообщаться. А кроме творческих выступлений у продуглежа на так само проведение мероприемства, где закранаются духовные пытания. До приклада, встреча со святаром на тему, что значит быть христианином в наши дни. По часу, ей было выказано немало тековых думок и пунктов гледжения. Присутные отримали отказы на все питания, которые их текавили. Сустреча была информационно насыщенной и, разом с тем, вельми тёплой и душевной, как, зрешто, и сам фестиваль. Тут добрая обстановка, и за счёт этого люди друг друга располагают. Новые знакомства, новые беседы, новые знания. Ну, просто вообще приятное времяпровождение. Замечательная возможность пообщаться с православными ребятами. Люди, которые с тобой мыслят в одном направлении. Всегда разностороннее общение. У программе фестивалю так само текавые спортивно-забавляльные и гульнявые пляцовки. Причим, як для детей, так и для дорослых. Представники военно-патриотичного клуба «Гонор» пропоновали присутным показальную программу, а так само широк активных конкурсов и викторин. У целом фестиваль объединял представников самых разных взрослых, покинавши у них при этом, выключна становивши эмоции и уражени. Получила море удовольствия, все нравится, как православная молодежь проводит время. И я думаю, что буду приезжать, если позовут еще раз, да. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадоя компания «Гомель». У Ветковском районе пройшел другий открытый республиканский чемпионат немецких курц-харов по болотной дзечине СОЖ-2015. Мероприемство, организованное Гомельской областной организационной структурой Белорусского товариства поляуничих и рыболовов, собрало заводчиков элитных поляуничих собак с Белоруссии, Украины и России. Разом с международными экспертами працу собак по дзечине в реальных умовах оценювала и наша здымочная группа. Другий открытый республиканский чемпионат немецких курц-харов по болотной дзечине СОЖ-2015 собрал саправдных фанатов своей справы, людей, апантанных запалом поляуния. Безумовно, главный герой с поборництва курц-хары. Усяго каля 50-летних собак с Белоруссии, Украины и России. Курц-хара, або немецкая короткошерстная гоншая, типа русскую лягавая, мая розные интерпретации своей назвы. Однако наибольший расповсюдженный принято лишить от слова «лежать». Ранее, подчас полевания, собаки клались на землю таким чином, что полевничий мог накрыть их разом с дзечиной сеткой. Даредший стойка курц-хара уз'является одним из ключевых пунктов оценки и сучастных споборництвов. Лежачая стойка втрансформилась в более эстетическую стойку, скульптурную, можно сказать, когда собака вообще ни единого движения не делает. Вот вы подходите к ней, скажем, метров пятьдесят, сто, можете идти пять минут, она не сдвигается. Она показывает скульптурно вам и своим носом, где находится эта птица. Нюх, худкость и манера пошуку, стойка, тыповость стылю, постановка и послухмяность. Деяне собаки оцениваются по широку самых разных критериев одразу некалькими экспертами. Подчас поборництвов собака и полевничий разумеют один одного, дякуючи жестам, мимицы, а часом сдаются и некой внутренней сувязи. Собака шукая не подсадную птушку, а живую дедшину, что стварая пелные тяжкости, бунельга загадя продугледить ее наявность. Так само многое залежит от надвора, якое може перешкодить пошуковому процессу. Однако удельники с поборництва уповненные. Собака повинен уметь працевать у любых умовах. У меня младший мой пес, вот в прошлом году, действительно ему удалось завоевать переходящий приз, который был учрежден. Доля везения, безусловно, тут присутствует. С другой стороны, я хочу сказать, что побеждают сильнейшие и достойные собаки. То есть подготовленная сильная собака шансов имела гораздо выше, показать достойный результат. Полевание с собаком у нашей краины, як и у соседних, корыстается особливой популярностью. Это упершую чаргу эстетика. Наживо сходят на другий план. Варта означает, что на чемпионате СОЖ-2015 никто не стрелял, и все птушки застались целыми. А гости и организаторы у свою чаргу вельми задоволенными. Я думаю, что те мероприятия, которые мы провели на Гомельщине, сплотят не только наших охотников, не только тех гостей, которые приехали на сегодняшний день к нам, но и в целом будут способствовать укреплению и мира, и дружбы. Мы рады всем в целом и расширению связей, и укреплению дружбы, добрососедства. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Валера Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Мы с отшим за развитем падей. Наш наступный выпуск новинов выйдет на першем у 18.40. До встречи.